Добрый день, уважаемые участники «Круглого стола». Я свой, наверное, доклад остановлюсь на каналах реализации сельскохозяйственной продукции на территории нашего региона, на территории Ростовской области. В принципе, товаропроводящая сеть Ростовской области представлена у нас широко и всеми форматами торговли. Она насчитывает порядка 41 тысячи объектов торговли. Основными каналами сбыта для сельскохозяйственной продукции, особенно малых производителей, традиционно, конечно же, являются ярмарки и рынки. Надо сказать, что именно в этих форматах торговли также приобретают продукцию для своей хозяйственной деятельности предприятия сегмента «Хорика», потому что именно там у нас представлен широкий ассортимент продукции и в небольших объемах. Поэтому рынки и ярмарки являются основными каналами, где у нас приобретается продукция для ресторанов, баров и других форматов сегмента «Хорика». Что касается рынков, в Ростовской области у нас функционируют 42 розничных рынка на 16 800 торговых мест. Из них 23 рынка являются универсальными, 17 сельскохозяйственными специализированными и 2 специализированными несельскохозяйственными рынками. Для реализации сельскохозяйственной продукции, продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на розничных рынках у нас отведено порядка 11 000 торговых мест, что в общей доле составляет 67,4%. Хочу сказать, что в последнее время мы наблюдаем тенденцию, что средняя заполняемость рынка… Я кликаю, да? Ага, простите. А я могу. Мне просто плохо видно. И простите, пожалуйста. Вот. А не идет, да? Вниз. Вниз. Вот. Это как раз-таки мы говорим о специализации розничных рынков и доли, которая отведена для реализации сельскохозяйственной пищевой продукции. Традиционно мы в последнее время наблюдаем, что средняя заполняемость торговых мест на рынках не превышает 60%. Конечно, мы видим несколько большую заполняемость в сезон, но вместе с тем порядка 4,5-5 тысяч мест остаются свободными. Вот. Ярмарочная торговля. В прошлом году велась она на 421 площадке. При этом 250 из них предоставляли торговые места бесплатно. Это в основном были муниципальные ярмарки, которые организовывались практически в каждом муниципальном образовании Ростовской области. Вот. Форматы розничного рынка ярмарки наиболее удобны для христианско-фермерских хозяйств, так как имеют минимальное количество требований и издержек. То есть, ну, мягко говоря, туда попасть проще. Следующий слайд у нас касается нестационарной торговой сети. Нестационарная торговая сеть. До настоящего времени этот канал был не очень интересен для сельхозтоваропроизводителей в силу того, что все, что касается размещения нестационарных торговых объектов на муниципальной собственности, все проводится на конкурсной основе. Доля НТО, которая предполагает реализацию сельскохозяйственной продукции по состоянию на 1 января текущего года составила порядка 4 тысяч объектов. Это половина, практически половина. Смотря на эту ситуацию, в прошлом году нам удалось снести определенные изменения в законодательную базу нашего региона. Это 583-е постановление правительства Ростовской области, согласно которым дополнительным случаем для размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов конкурсов аукционов является наличие муниципальных программ этих условий и предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям без торгов. То есть это то новшество, которое нам удалось внести в прошлом году. В настоящее время органами местного самоуправления, соответственно, вносятся изменения в свои муниципальные программы. Большая часть их уже это сделала, создавая условия для возможности без проведения торгов сельскохозяйственным предприятием занимать нестационарные торговые объекты на муниципальной земле. На сегодняшний день работа завершена и уже готова к заключению первых договоров. Это город Новошахтинск и город Шахты. Это касательно изменений. Еще я хотела сказать, вернусь еще раз к НТО. Мы эту работу провели уже, понятно, что мы сейчас ждем изменений в муниципальных программах, но уже определены во всех муниципальных образованиях те места, которые в принципе возможны для размещения для сельскохозяйственной продукции без проведения торгов. Это порядка 312 адресных ориентиров. Мы эту информацию через, спасибо коллегам с Центра компетенции, передали, довели до сведения сельхозников, для того, чтобы они, уже учитывая, что НТО все-таки имеет и сезонное значение, имели возможность посмотреть эти места, ознакомиться и в принципе проанализировать свою хозяйственную деятельность на предмет заинтересованности ведения этой работы. Хочу сказать, что Департамент потребительского рынка открыт для диалога, поэтому готовы точечно с каждым сельскохозяйственным предприятием отрабатывать вопросы размещения без торгов в НТО на муниципальной земле. Что хочется сказать относительно следующего формата торговли, это, конечно, самый такой, наверное, распространенный формат торговли, это формат сетевой торговли. Конечно, мы прекрасно понимаем, учитывая, что большая часть сетевых предприятий является все-таки федеральными сетями, представлены не только в Ростовской области и в целом по всей стране, они заинтересованы в определенных, скажем, они не заинтересованы, они ставят условия в определенных объемах поставок, в логистике, в охвате многих регионов, поэтому в относительно стабильных поставках определенные требования к качеству продукции. Поэтому, конечно, с крупными сетями работать малому предприятию очень непросто. Но с учетом той геополитической ситуации, которая у нас сложилась, и с учетом того, что многие логистические каналы были нарушены, сейчас мы видим такую тенденцию со стороны федеральных сетей, что они, в принципе, развернулись в сторону отечественного северного товаропроизводителя «Добрый». Это мы видим и по той работе, которую они проводят, и буквально недавно мы вернулись с Питера, где одна из крупнейших компаний TX5 Retail Group провела такую большую конференцию, которая называлась «Малому бизнесу Большую полку». И там предлагались разные истории сотрудничества для сельскохозяйственных предприятий, в том числе и малых. Это и вопросы наличия регионального агрегатора, который бы взял на себя обязательства по сбору определенного объема продукции от разных фермерских хозяйств, ее переработки, предпродажной проработки и поставок в компанию X5 Retail. Данный проект уже работает в Липецкой области и, возможно, его тиражирование по другим регионам России. Другой вариант, это уже для более крупных, это когда по агроконтрактам компания резервирует для себя объемы произведенной продукции. В первую очередь это фров, это овощи, фрукты, борщевой набор в первую очередь. Это работает также очень успешно в Новосибирске. Далее, компания «Магнит», она предлагает более упрощенную систему доступа для сельскохозяйственных производителей, в том числе предусматривающих, скажем, не столь широкий спектр ответственности. И предлагается поставки не на всю сеть, а на определенные магазины, которые совместно в договорных условиях определяются. Также есть возможность проведения определенных обучающих мероприятий. Это проводят и X5, и «Магнит». То есть они для своих потенциальных поставщиков готовы проводить определенные семинары, объясняя свои требования и предлагая какие-то точки соприкосновения. В своей части, департаментом потребительского рынка в целях взаимодействия, организации взаимодействия с сетями, у нас есть и региональные сети, мы традиционно проводим закупочные сессии, где мы на одной площадке собираем потенциальных партнеров, это и поставщиков, и сети, и устанавливаем определенное взаимодействие, где с друг другом можно познакомиться, дегустировать свою продукцию, презентовать ее, ознакомиться с договорными условиями. И, в принципе, эта практика у нас показала себя довольно-таки успешно. В прошлом году мы их провели семь, в том числе мы отдельно провели для сегмента Хорика, которая заинтересована в местном производителе сыров, колбас, мясных и молочных продуктов. Традиционно ФРОВС группа их интересует. И вот в рамках этой закупочной сессии у нас было заключено довольно-таки много договорных отношений. И, конечно, в этом году мы сделали в этом прорыв, потому что у нас 4 новых региона, которые также сейчас, такой интересный для нас для всех год и опыт, мы налаживаем новые логистические связи. То есть теперь идет какая-то интеграция двух рынков, это рынки новых территорий и наших. И, соответственно, у нас есть крупнейший сельскохозяйственно-оптовый рынок. И идет определенное вливание друг друга двух потребительских рынков. И в этом году мы пригласили на нашу закупочную сессию региональные сети Донецкой Народной Республики, которые также успешно приняли в ней участие. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Уже вижу в зале много знакомых лиц и даже теряюсь, что вам еще рассказать. Иногда есть информация, которую вы знаете даже больше, чем, наверное, мы на сегодня можем вам предложить. Сегодня в 10 часов утра состоялась конференция ростовских фермеров, ассоциация проводила, где мы также подробно обсуждали те меры поддержки, которые ожидают наших фермеров в текущем году. Поэтому также можно эту информацию получить из материалов данного мероприятия. Я бы что коротко хотела отметить, что государственная поддержка малого сектора, она в принципе у нас, несмотря на меняющуюся экономическую ситуацию, социальную ситуацию, она не меняется, она составляет где-то порядка 30% от тех средств, которые выделяются в целом на АПК региона. В прошлом году, в 2022 году, размер этой помощи фермерам по всем направлениям поддержки составил 1,7 миллиардов рублей. И мы рассчитываем, что в текущем году данный процент будет не только выдержан 30%, но он и увеличится, потому что интерес фермеров к поддержке возрастает. А также при наличии таких помощников информационных и консультационных, если вы к ним будете своевременно обращаться, как центр компетенции, как центр защиты бизнеса, я думаю, что у фермеров будет меньше проблем с подготовкой документов, с отчетностью по этим документам. И количество обращений фермеров будет гораздо больше. В целом, на государственную поддержку агропромышленного комплекса области выделяется на текущий год также 5,3 миллионов рублей. И опять-таки, те 30%, о которых мы рассчитываем, это составит не менее 1,7 миллиардов на господдержку фермеров. Это все направления, это направление и животноводства, это направление и растеневодства, это и грантовые направления. То есть мы не разделяем поддержку фермеров на какие-то спецпрограммы. Поддержку фермеры наши могут получить по всем направлениям, которые есть сегодня для всех аграриев области. И вот сегодня буквально в 10 часов обсуждался вопрос, что как в условиях на получение субсидий по технике фермер должен выдержать условия наличия молочного поголовья или мясного поголовья. Так вот, если для крупных организаций планкой этого поголовья является 200 голов, то для субъектов малого предпринимательства до фермеров достаточно иметь в хозяйстве 50 голов молочного или мясного направления, и вы станете получателем субсидий на технике. Этот пример я привожу вам для того, чтобы вы еще раз понимали, что у фермеров есть возможность пользоваться всеми направлениями поддержки, и для фермеров в этих направлениях есть щадящие условия по отношению к более крупным производителям. Поэтому надо вникать в подробности условий, в подробности подготовки документов, и получение субсидий станет таким моментом не тяжелым, а нормальным, доступным. На что еще хотелось бы обратить внимание, что здесь очень многое сидит наших получателей уже в предыдущие годы, наших постоянных участников наших мероприятий, и хотелось бы обратить внимание всех, и они это подтвердят, что с каждым годом, конечно, хоть, я бы так сказала, порядок получения поддержки, он все-таки облегчается и стабилизируется, да, и сроки, вы видите, мы уже раньше отдаем поддержки, уже сейчас начнутся поддержки и в феврале, и в марте, и в мае, я хочу сказать, вот на примере грантовой поддержки мы уже рассчитываем, что в марте предоставим гранты, в начале апреля, то есть условия выдачи, они упрощаются и улучшаются, но в то же время повышается ответственность фермеров за расходование бюджетных средств, то есть повышается требование к отчетности, к выполнению своих показателей. И здесь, о чем говорил предыдущий докладчик Светлана Игоревна, что здесь надо правильно и вовремя обратиться к профессиональным консультантам, правильно сформировать свои задачи, понимая, что эти задачи вам придется выполнять и обеспечивать, и тогда будет меньше потом моментов по доказыванию, что вы хотели выполнить или выполнили эти условия, то есть мы не будем ни вы, ни мы тратить время на выяснение отношений. На фоне вот этой цифры 5,3 миллиарда, я хочу сказать, что сумма грантовой поддержки, она, конечно, в этом году гораздо скромнее. На гранты для семейных ферм всего 54 миллиона рублей, на гранты для кооперативов у нас порядка 74 миллионов рублей, гранты «Агростартап» порядка 40 миллионов рублей, и увеличиваются субсидии на кооперативов по сравнению с прошлым годом, но эта сумма все равно сегодня, наверное, недостаточно такая громкая, 34 миллиона рублей, да, но это хотя больше в два раза, чем в прошлом году, но как бы мы считаем, что на кооперативы можно предоставлять и больше, проблема только в том, что, к сожалению, сегодня фермеры активно не пользуются этими поддержками, как-то на сегодняшний день настороженно относятся к созданию кооперативов, к работе в кооперативе, да, и, соответственно, меньше берут поддержки. При этом хочу сказать, что именно позиция сегодня федерального министерства, вот, соответственно, это и определенная аграрная политика о том, что почему сворачиваются спецпрограммы по фермерам, что, как мы уже тоже не раз отмечаем, за 10 лет мы выдали порядка тысячи грантов там, и это фактически каждый десятый сегодня фермер, это фермер, который создан и развивается с помощью грантовой поддержки. Но мы тоже понимаем, что бесконечно не могут расти количество фермеров, и поэтому сегодня нам нужно не столько количество фермеров, сколько их качественная работа, потому что, создав новые бизнес-единицы, мы готовы предложить этим бизнес-единицам другие меры поддержки по направлению животноводства и по направлению растеневодства. И будем так говорить, что грантовая поддержка – это не единственная мера, которой сегодня фермер может пользоваться, и уже надо переходить от стартового капитала уже к текущему своему бизнесу, к текущей поддержке. Кроме того, программа льготного кредитования себя зарекомендовала положительно, уже отработаны все острые углы. Ежегодно, по крайней мере, по краткосрочным кредитам мы видим, что федерация ежегодно увеличивает лимиты регионам. То есть первоначальные лимиты, которые мы получаем в начале года, по мере потребности они к концу года увеличиваются. Если в прошлом году у нас также в начале года предварительно лимит на краткосрочный был порядка 1,9 миллиарда, то к концу года этот лимит уже был увеличен до 2,7 миллиарда. Это говорит о том, что государство, сокращая грантовые программы, при этом оно значительные суммы выделяет на иные меры и направления поддержки бизнеса. И оставляя грантовые программы только в основном для начинающих фермеров, кто еще хочет попробовать силы, и в основном переводя все усилия спецпрограмм на развитие кооперативов. И вот на сегодня я не зря обратила внимание, что поддержка субсидии кооперативам увеличена по сравнению с прошлым годом в 2 раза. Потому что как раз-таки сегодня через кооперацию можно поддержать также свой бизнес своих членов. То есть не брать прямую поддержку фермерам в министерстве на себя, а взять коллективно поддержку на развитие своего бизнеса через кооператив. И в данном случае о чем идет речь? То есть кооператив мясного молочного направления может для своих фермеров приобретать скот под 50% субсидирования. Раздать этот скот своим членам и организовать таким образом их производство, обеспечение целенаправленно сельхозживотными, целенаправленно кормами, целенаправленно ветеринарным обслуживанием, потому что обслуживаться через кооператив гораздо дешевле. И именно сегодня на это нацеливает нас меры государственной поддержки работать через кооператив. Кроме того, в прошлом году, в прошлом и позапрошлом году Москвой в ряде регионов, в том числе и в нашем субъекте федерации, была опробована такая мера, как субсидирование кооперативу затрат за сырье, которое он приобретает у своих членов. То есть если у кооператива есть договора со своими членами на поставку сельхозпродукции в их кооператив, то до 15% затрат на эту закупку кооперативу возмещается за счет бюджета. И здесь мы столкнулись, к сожалению, с таким проблемой, что опять-таки к некой финансовой дисциплине самих бизнес-единиц, что именно закупки проходят, будем так говорить, не совсем в том порядке, которым требует бухгалтерский учет. Вроде как понимая, что мы кооператив как одна семья, но при этом все бумажки должны быть оформлены в соответствии с требованиями бухгалтерии. Это должны быть закупочные акты, накладные, все должно проходить через расчетный счет кооператива и опять-таки попадать не на личную карточку фермера, а на его расчетный счет. Потому что, к сожалению, многие фермера, мы сталкиваемся в господдержке с тем, что проводя финансовые операции по хозяйству, они используют не расчетный счет, а используют свой личный счет, искренне полагая, что это тоже финансовая операция, которая может быть принята потом каким-то образом к субсидированию. Поэтому вот здесь, опять-таки, для правильного налаживания документации обязательно надо пользоваться консультациями уже тех структур, которые целенаправленно могут вам в этом подсказать. Кроме того, да, есть еще одно из условий, которые, к сожалению, тоже становятся определенным препятствием для развития крупных кооперативов. То, что субсидируется закупка сельхозпродукции только у тех членов кооператива, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Ой, извиняюсь, малого предпринимательства. К микро и малый бизнес. То есть средний выпадает. Поэтому это, будем так говорить, такое ограничение определено на федеральном уровне с целью, чтобы кооперативы, когда объединяются сильные сельхозтоваропроизводители, они при этом подтягивали к себе малышей. Потому что закупить продукцию у малых ферм гораздо затратнее и по логистике, и по каким-то другим затратам, чем привезти крупную партию от одного производителя. Поэтому именно на это сегодня нацелена федеральная поддержка. стимулировать закупку малых партий у малых производителей, подрабатывать ее и дальше уже работать по реализации этой продукции. Поэтому здесь мы, как и федеральное министерство, конечно, больше внимания будем уделять созданию новых кооперативов, работе с теми кооперативами, которые уже созданы, с тем, чтобы государственная поддержка кооперации шла на развитие материально-технической базы группы фермеров. И в этом году, как я уже сказала, у нас на грантовую поддержку 70 миллионов рублей, на субсидирование затрат кооперативам до 34 миллионов рублей. Но при этом, как я всегда подчеркиваю, сколько лет мы уже информируем наших фермеров, что в начале года это начальные лимиты. И если потребность субъекта выбрана за первые полугодия, то субъект имеет такую возможность заказать дополнительные лимиты на второе полугодие. Поэтому, если мы с вами сработаем в этом году оперативно, и ваша потребность в первом полугодии будет заявлена в министерство, и мы выберем те лимиты, которые я назвала, то поддержка кооперации, поддержка семейных ферм, поддержка агро-стартапов во втором полугодии может увеличиться при наличии дополнительной такой потребности. Поэтому мы призываем всех наших сельхозтоваропроизводителей, которые сейчас в зале, которые нас слушают по записи, активно в первом полугодии участвовать во всех мероприятиях, конкурсах, во всех субсидиях, которые мы проводим. Как сказал уже Алексей Викторович, мы по семейным фермам закончили прием документов вчера. К сожалению, изначально заявлялось 30 человек. Алексей Викторович, мы активно проработали с каждым из них, но готовыми оперативно отреагировать на участие в конкурсе оказалось только 6 человек. Это вот... Хорошо, поэтому 9 числа мы заканчиваем прием документов по агро-стартапу. Еще есть время, пожалуйста, активизируйтесь. И примерно где-то март, апрель, май мы будем объявлять ежемесячные приемы документов на субсидирование кооперативов. Это опять-таки на закупку скота для своих членов, на закупку оборудования для кооперативов. Поэтому просим сейчас максимально сконцентрироваться, принять участие в конкурсе, чтобы мы могли иметь возможность на второе полугодие попросить дополнительный лимит для области. Все, спасибо большое. Я не листала. Спасибо, Дарья. Есть вопросы? Я не листала. Да, ничего. Вы не ухожете? Да, 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 я не ухожу. Такой вопрос вы сказали по поводу числа. До 9 числа это марта или... Марта, марта, до 9 марта. Значит, нас не можно неправильно проинформировать. Вы сказали, до 9 апреля можно подавать документы по агростартам. Нет, до 9 марта включительно. Поэтому я о чем говорила, что видите, органы и федеральные, и мы как областные стараемся максимально в начале года провести все мероприятия, чтобы у вас был год финансовый, там, сельскохозяйственный вернее, к Новому году уже иметь результат по своим хозяйствам. Поэтому и вам надо оперативно готовиться к этим конкурсам. Потому что, вот пример повторяюсь, 30 заявилось, в результате, когда объявили сбор, только 9 дошло. Это говорит о чем, что люди тоже немножечко, ну, не так сильно, видно, желают развивать свой бизнес, понимаете? Потому что кто был готов, они пришли. И это тоже, понимаете, результат, что если человек был готов и за минуту собрался, значит, он дальше и так свой бизнес будет организованно вести. А если он раскачет, ждет, ну, там еще когда-нибудь, потом приду. Ну, вот. Ну, это, наверное, наш кооператив «Озеро», да? Если так сложить. Каменский район, Сергей, да. Очень, очень похоже. Да, да. Мы рады, если это он приветствовать его. Да, мы знаем, что вы готовитесь. Я рассчитываю, что мы его объявим где-то сразу после 8 марта. Вот. И обязательно мы проинформируем и муниципальное образование, и Центр компетенции. На сдачу документов у вас будет 10 дней, 10 рабочих дней. Поэтому с вами в рабочем режиме поддерживают связь и наши специалисты, вот здесь, и Центр компетенции. Поэтому я думаю, что вы точно не упустите эти сроки. Вот главное, готовьте документы, чтобы, пометуя наш с вами опыт прошлых лет, чтобы мы их приняли с первого раза, да, и не затягивали потом с дополнительными приемами. Если прием, значит, вернее, прием, который состоится в марте, позволит нам просубсидировать кооперативы, которые придут со своими документами уже в апреле месяце, к концу апреля. Вот. Это вот для тех, кто, возможно, сомневается или думает на будущее кооперативы. То есть, в принципе, сделав затраты, условно говоря, в феврале, в марте вы сдаете документы, в апреле вы получаете 50% возвращается вам затраты. Точно так же, кто еще раскачивается, думает, в марте вы делаете приобретение, в апреле сдаете документы, в мае получаете деньги на счет. То есть это для того, чтобы вы свои финансовые потоки могли планировать. Поэтому, ну, опять-таки, при условии, что те документы, которые вы сдадите, будут соответствовать требованиям, не будет замечания. Для этого держите связь с нашими организациями, с Центром Компетенции, с Центром Поддержки Агробизнеса. И я думаю, у нас с вами все будет положительно. Здравствуйте, уважаемые участники Круглого Стола. Братухин Алексей Викторович, директор Центра Компетенции. Созданы мы в 2018 году в соответствии с постановлением правительства Ростовской области номер 306, майское постановление. Соответственно, основной целью деятельности Центра Компетенции является развитие и поддержка субъектов малого предпринимательства на селе. Для того, чтобы осуществлять эту поддержку, решать эту задачу, мы оказываем консультационное сопровождение и оказываем услуги для фермеров, кооперативов и владельцев личных подсобных хозяйств. Из года в год наиболее востребованными нашими услугами являются оформление и подготовка документов для участия претендентов на грант «Семейная ферма», «Агростартап», ранее это был грант «Начинающий фермер», грант на развитие материально-технической базы кооператива и субсидирование части затрат кооператива. Кратко об итогах 2022 года. Штатно мы работаем в режиме горячей линии, то есть сельхозтоваропроизводитель может позвонить нам, задать свой вопрос, касающийся поддержки, пакета документов, его обязательств после получения гранта. Ему квалифицированно окажут помощь. Если есть какие-то вопросы, на которые мы сходу не можем ответить, мы записываем контакт звонившего, уточняем. У нас есть Светлана Игоревна, с которой мы взаимодействуем, есть юридические службы, есть консультант плюс, куда мы можем написать запрос, есть министерство сельского хозяйства, с которым мы тесно взаимодействуем. В большинстве случаев мы находим ответ и даем грамотную консультацию сельхозтоваропроизводителю. Разработаны информационно-методические материалы по большинству, если я правильно помню, 27 видов поддержки памятки и обзорная брошюра по видам господдержки для малых форм хозяйствования. Оказаны услуги по подготовке и оформлению документов. На слайде вы можете видеть, что за 2022 год нашими клиентами являлись 18 предпринимателей по гранту «Семейная ферма», из которых 15 выиграли грант, также 18 и 15 по «Агростартапу». 8 кооперативов на возмещение части затрат мы готовили документы, 6 получили субсидию. И 2 кооператива, которым мы помогали с документами на грант на развитие материально-технической базы, также являются победителями. При содействии Центра компетенции в 2022 году зарегистрировано 5 новых сельскохозяйственных потребительских кооператива. Также при содействии Центра компетенции в сельхозкооперацию вовлечены 89 новых членов. Сформирован реестр сельхозтоваропроизводителей, предоставляющих услуги в сфере агротуризма. Перечень туристических маршрутов размещен на сайте у нас и также ссылка на сайте Министерства сельского хозяйства. Совместно с администрациями муниципальных образований проведены ярмарки в Батайске, Новочеркасске, Новошахтинске, куда мы привлекали сельхозтоваропроизводители, а также промо-мероприятия для региональных производителей. Мы делали в Москве в ноябре 2022 павильон «Городская ферма» на ВДНХ. И там наши сельхозпроизводители, переработчики имели возможность выставить свою продукцию за три дня, если я не ошибаюсь, порядка 1600. Счетчик посещений был на этого павильона. 1600 человек посетили павильон «Городская ферма» и могли ознакомиться с продукцией донских производителей. Ну и новый блок относительно для нас. В 2022 году мы на нем сфокусировались. Это популяризация сельского образа жизни и формирование положительного образа предпринимателя на селе. Мы, опять же, вот стоит у нас растяжка совместно с командой проекта «Агробук». Выезжали в районы, находили интересных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ну и, естественно, кандидатуры мы согласовывали с министерством. И снимали о них видеосюжеты. Эти сюжеты есть у нас в телеграм-канале, на сайте. Это фотографии, иллюстрирующие нашу работу. Здесь и выездная работа, и вот ярмарка внизу в Новошахтинске, вон в Сальске совещание. Фермерский островок мы открывали на Таганрогской. Там, правда, сейчас меняется оператор островка, но неважно. Сюжет подготовили о кооперативе «Аграрии» Владимир Валерьевич Шатилов. Вот здесь фотографии, а внизу ссылка, можно посмотреть видеоролик, который мы о нем подготовили. Интересный сюжет, интересный человек. Занимается ягодами, занимается сыром. Много хобби, музыкант. Варенье. Варенье. И сыр режет струной от гитары. Жарит. Да, сыр можно жарить. Значит, это у нас Химичев, винодельня. Также ссылка для просмотра видеосюжета, можно посмотреть. Здесь у нас Николай Вячеславович Молчанов, усадьба Саркел, Губин. Также сделали сюжеты про их деятельность. Здесь у нас Юрий Вадимович Малик, просмотрев ролик, с которым мы узнали, что красное вино очень помогает, благодаря содержащемуся в его составе веществу рисвератол, бороться с последствиями COVID-19, а также профилактировать возникновение COVID-19. И даже он получил какие-то патенты на исследование вот этого действующего вещества рисвератол. И помните, сейчас тоже, но одно время это была очень актуальная и злободневная тема COVID-19. Он создал обезалкоголенное вино, которое можно и беременным женщинам, и детям, а содержание рисвератола в нем еще больше, чем в обычном вине. Фермер Мамадалиев, Зимовниковский район, молодой, социально активный, участвует в жизни района. Также подготовили про него сюжет. Прием документов на Гранд Семейная ферма. Центр компетенции оказал услуги шести претендентам, подавшим документы. В настоящее время прорабатываем с претендентами на Гранд Агро Стартап. Никому не отказываем, будем рады вас видеть. Обращайтесь. Располагаемся мы там же, наши контакты на слайде написаны. Если есть какие-то вопросы, можно задать сейчас, можно в конце, если какой-то личный вопрос, подойти пообщаться. Спасибо за внимание. А я видю, там какой-то всплыл, да? Какой вопрос? Олег Стерчин спрашивает, какие-нибудь обучающие семинары проводите? Программы мероприятий у нас запланированы обучения. Ну вот, кстати, из ближайшего в конце марта планируем обучение для начинающих кооператоров, для инициативных групп, которые подумывают о создании кооператива, но пока не решаются. И мы хотим пригласить для них даже интересного одного спикера, бизнес-тренера, который помимо теоретической части проведет еще кооперативную игру ПАЙ. И сейчас как раз обсуждаем вариант сотрудничества с ним, ищем площадку, на базе которой мы проведем это мероприятие, планируем это сделать в конце марта, в первом квартале. Ну и из ежегодных мероприятий в рамках школы фермера, которая, скорее всего, в этом году также будет осенью, традиционно наш сотрудник примет участие в подготовке курса лекции для школы фермера. Субтитры подогнал «Симон»!